МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранее в чемодане мы разделались наконец с кокосовым орехом. Работа была опасной, но в финале молоко за вредность. Когда нашел, потом сбил, а затем вырубил, вкус совсем другой кажется. В портовой деревушке Танмын мы записали звук доставки льда, так необходимого для транспортировки рыбы. Но это еще не все. Дальше был звук, от которого мы чуть не пострадали. Так называемое празднование открытия рыболовного сезона. Оказывается, здесь, на острове, первый свой выезд рыбаки отмечают взрывами. Иначе придется учиться жалобно пищать, как макаки с острова обезьян. Продолжаем аудиопоиски. Место с удивительной атмосферой находится недалеко от Хайкоу, друзья. Слушайте, американский джаз, древний Шанхай. Но здесь все не настоящее. Это декорации, большая съемочная площадка. Совсем скоро здесь будут снимать фильм о Китае 30-х годов. А пока, видите, гуляют туристы и большой чемодан. Для того, чтобы понять, почему в китайском Шанхае, хотя и не настоящем, звучит джаз, надо знать историю этого города. В начале 20-го века Шанхай был одним из крупнейших городов мира и крупнейшим финансовым центром Восточной Азии. Большую его часть контролировали европейские и американские обитатели. Да. Город был поделен на западную часть, где жили иностранцы, и восточную, с коренными китайцами. Причем западная часть была закрыта для китайского населения. Британские и американские бизнесмены делали, что хотели. Проворачивали в Шанхае огромные сделки. Застраивали город небоскребными и шикарными зданиями банков. Новейшие мировые изобретения, трамвай и электричество немедленно появлялись в Шанхае. Тогда его называли Парижем Востока или Нью-Йорком Западом. Однако в 40-х годах терпение китайцев лопнуло. И они указали иностранцам на дверь. И джаз американский тоже выключили. Теперь Шанхай звучит иначе. 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 Смотреть на меня так долго. Помимо звуков хихикующих девчонок на территории Синематтауна мы еще услышали двоеточие. Дали идут перечисления. Звук древнейшей китайской флейты Сяо, которая должна была быть вообще-то бамбуковой, но металлической тоже звучит. Идем дальше. Китайская игрушка-катушка Конгжу, которая шумит, приятно шумит, но только в умелых, натренированных руках. Ну все, не звучит, только ломается в моих руках. Ну и шум уличного театра кукол, который полопал все барабанные перепонки киношного Шанхая. Заносим весь этот микс, приправленный трубой Луи Армстронга на карту и мчимся обратно в Хайку. Время без пяти девять, друзья. Вы помните, что сегодня мы договорились спеть в одном небольшом, но очень уютном кафе и попробовать заработать на ужин. Главное, чтобы были зрители. Скоро будет хорошо, скоро будет сытно. Никогошеньки нет. И, видимо, уже не будет. Нет, ну, конечно, три человека есть, но это ничего не решает, вы же понимаете. Принимаем решение петь все-таки на улице. А для этого необходима картонка-пояснялка. Наш китайский товарищ рвет в фирменный пакет этого кафе, чтобы написать на нем, если вам нравится, пожалуйста, кидайте деньги. Ну, не знают в азиатских странах про трубадуров, про голодных трубадуров. Итак, друзья, мы обесшляпливаем нашего оператора, потому что мой головной убор не соответствует техническим требованиям по зарабатыванию звонких и вкусных. А публика, она сейчас будет. Правильно, интересно, я... Не надо перевернуть. Как обычно, берем паузу перед тем, как дать волю связкам. Пора перебрать все звуки китайского тропического острова Хайнань. Мы так усердно их укладывали на акустическую карту. Сейчас, как говорится, ну-ка, звуки, встаньте в ряд. Буддистский ритуал монахов из храма Наньшань. Пальфоническое действие, где нет случайных звуков. Для тех, кто все пропустил, это ритм бамбукового танца хозяев острова, народов Ли и Мяо. А это свист, вы же помянутых народов. Танцевать высоко, сдирая ноги, научился. А вот свистеть, нет. Свистун не кокосовый. Зато получилось сбить большой зеленый орех, без которого остров не остров. Звук что надо. Сбили, потом ободрали как липку. Все правильно сделали. Более благородный звук на нашей карте. Флейта Сяо. Жалобный писк макак с острова обезьян, прикидывающийся голодными. Повторить и забыть невозможно. Щедрое Южно-Китайское море никогда не позволит местным жителям вот так вот выпрашивать еду у иностранцев. Шум взрывающихся петард тому подтверждение. Так хайнянские рыбаки на удачу празднуют открытие рыболовного сезона. Мне нравится. Звуков много и все на вес золота. Но все-таки позвольте в разряд главного возвести жизнерадостные и жизнеутверждающие хихиканье островитян. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok